Закончится матч ветеранов Невский, минимальная победа и парней с ветеранов со счетом 1-0. Александр Костенко и Николай Бортничук делятся своими впечатлениями. Николай, опять же, такой состав на игру, всего 9 человек, почему остальные не доехали? На самом деле, все дело в том, что мы... Ну мы сами виноваты в этом, мы поставили себе 3 игры на 3 выходных, поэтому кто-то сломался, кто-то чисто физически не смог. У кого-то там тренировка в других командах, поэтому собрали то, что смогли собрать. Александр, третье поражение подряд от таких недостаточно сильных соперников, все с разницей в один мяч, как это складывается на команду? То есть чувствуете ли вы, что можете лучше? Безусловно, мы можем, и игра показывает, что можем. Просто нам не хватает голов, мы сколько забиваем, там, наверное, за 3 игры, там, один, по-моему, мяч или два забили, как можно выигрывать? То есть игра-то идет, а голов нет, вот и все. Сегодня такой хороший состав, и последние игры тоже, насколько я помню, неплохой состав. Продолжится ли команда так собираться? Безусловно. Почему? Потому что это должно измениться. Мы поставили определенные цели перед собой, будем их выполнять, и набираем новых людей, и ничего не изменится. Что не хватало именно в сегодняшней игре, чтобы забить этот самый мяч, который мог бы добыть очки? Нам не хватает острого нападающего. Если раньше у нас Саня Пьянов решал все свои эти моменты, то сейчас у нас некому решать. Николай, вот уже с Ангелором вы играли, была сложная игра. Сегодня тоже была очень сложная игра. Не ожидали такого? Ну да, сегодня было сложнее. На самом деле, Невский сегодня контролировал мяч. Как бы не так умело, конечно, как там Волна или какие-то профессионалы, но они играли весь с мячом. Нам, в принципе, это было выгодно, потому что, блин, но они не забивают свои моменты, как бы. Поэтому мы отдали им мяч, пускай они его катают, он нам не нужен. Мы, как бы, мы сыграли 1-0 по двум факторам. Это потому что они сегодня держали мяч и играли намного лучше, чем они сыграли в первом круге, чем когда-либо они вообще играли с нами. А второе – это наша усталость. Мы, блин, вообще график взяли себе дурацкий, поставили в двух турнирах три игры на выходные, поэтому, блин, вот такой состав, нет сил, блин, усталость. Вот сзади полный бардак, потому что, ну, реально люди не успевают просто за игроками соперника. Вот поэтому такой плохой результат. Я думаю, если бы мы были свежие, могли бы забивать больше. Также вопрос про команду. Это из-за несвежести были большие претензии у игроков друг к другу ближе к концовке встречи? Да это нервы уже какие-то, ну, типа, ничего не получалось. Я не знаю, парни там срываются. На самом деле у нас не очень часто бывает такое. Мне это не нравится. Мне не очень нравится, когда наши парни орут друг на друга. Вымещайте это в игру, в удары, в голы. Как бы не стоит орать друг на друга. Зачем это надо? Но это все от нервов, потому что, ну, ничего не получалось, грубо говоря, впереди. Там, блин, мы даже мячи особо не цепляли сегодня. К немскому похожий вопрос. Вроде вот концовка встречи, каждая секунда на счету, но игроки начинают разбираться и с друг с другом, и с судьей. Как с этим бороться? И вообще проблема ли это? Ну, я не считаю, что это сейчас проблема была, потому что футбол все-таки эмоциональная игра, а нам надо было добавлять эмоции, нам нужно было забивать мяч. И я считаю, что все, в общем-то, ну, может, пару моментов было, но это мы разберем уже после. А в общем, в целом, ничего там такого не было. С эмоциями там никаких не было перехлёстов. Все, спасибо. Спасибо.